Сегодня, 29 июля, состоялась встреча исполняющего обязанности главы администрации Горловки Ивана Приходько с ведомственными и вневедомственными представителями СМИ города. Иван Сергеевич обозначил позицию административного аппарата. Он говорил о прозрачности действий, а также о готовности сотрудничать по всем вопросам в любое время. – Какое мое введение работы с прессой, работы с социальными сетями и с остальными нашими пишущими друзьями? Политика наша – максимальная открытость. Никаких тайн в отношении жителей между городской громадой быть не должно. Это с нашей точки зрения. И люди должны правильно видеть и оценивать со своей стороны нашу работу. Потому что в конечном итоге зарплата нам платится с налогов, которые платят люди. Сегодня, 29 июля, в Большом зале Донецкого главпочтампа состоялось честование сотрудницы отделений почтовой связи ГП «Почта Донбасса» при фронтовых поселках Горловки, Гольмовский и Зайцево. Как сообщила директор Центра почтовой связи Горловки Людмила Хромцова, в настоящее время во фронтовом городе работают 22 почтовых отделения, на которых трудится более 150 сотрудников. Ситуация у нас очень тяжелая в поселке. Работать нам нелегко. Обстрелы у нас не прекращаются. Мы уже не боимся этих бомбежек. Мы боимся стрелкового оружия, потому что у нас пули летают над головами. Почтальоны идут в доставку и пролетают пули. Это страшнее, чем помешку. Спрятался, пересидел, а пули снайпера не знаешь, когда в любой момент это может быть. Работать, конечно, нелегко, но несмотря ни на что, и вопреки всему, мы работаем. Работаем, обеспечиваем поселок жизнедеятельностью, доставляем газеты, пенсии. Сегодня, 29 июля, прошла встреча исполняющего обязанности главы администрации Горловки Ивана Приходько с инициативной группой шахтеров города. Во время встречи представители инициативной группы попросили содействия в решении вопросов дальнейшей судьбы угольной отрасли города. На текущий момент шахты находятся в плачевном состоянии. На их восстановление потребуются довольно внушительные суммы. Иван Приходько выразил готовность поддержать интересы горняков в Министерстве угольной промышленности ДНР. Я же так понимаю, что есть Министерство угольной промышленности еще, которое у него свое видение и свои вопросы финансировали. Поэтому я готов выступать и кричать от вас, что вы жители города в городе, прежде всего. И мы должны всегда находиться на вашей стороне.